Всем привет! На канале Александр Эмбрест. Это минутка вандализма. Сегодня в минутку вандализма попала болгарка, из которой в буквальном смысле потёк пластик. Капец. Ну это короче надо видеть. Когда мне сдавали эту болгарку на ремонт, мне сказали, что она просто перестала работать. Обратите внимание, используя ключ, я еле-еле могу провернуть гайки. Она заклинила, причём не слабо так заклинила. Но это не главное. Обратите внимание отсюда. Со всех воздуховодных отверстий в буквальном смысле начал течь пластик. Сейчас я сниму гайки и кожух. Чтобы нам с вами было удобно смотреть. Нифигово так она просто перестала работать. Здесь уже надуваться шарики из пластика по бокам начали. Капец. Ладно, предлагаю её полностью вскрыть и ужаснуться ещё сильнее. Для начала как всегда достаем щёточки. Откручиваем корпус редуктора от корпуса электрики. Открутили и вскрываем. Ну да. Нормально, даже достался. Короче, гляжу я на это и что-то не догоняю, что тут вообще произошло. Диффузор чёрного цвета вплавился, вообще прям вплавился, соединился полностью по всей окружности с корпусом электрики. Вот этот вот кусок крыльчатки, опять же, к диффузору просто-напросто припаян. Его вообще фиг сдёрнешь. При этом оставшаяся крыльчатка, ну да, видно, что тёрла безусловно, но, блин, она вроде стоит на нужном месте. На нужной высоте, она не спустилась. Да и диффузор, в принципе, прямо у статора стоит, короче, чёрт его знает, что тут наделалось-то. Как это может блеха просто... Может кусок крыльчатки просто отвалился и продолжал крутиться? Да, наверное так и было, блин. Так, глядя на всю эту красоту, я предполагаю следующее, что крыльчатка частично откололась от общего тела, да, но не отвалилась. И на этих бешеных оборотах начала тереть о диффузор, как видим. Ну и соответственно, его расплавило в ноль. Вот. Ну и сейчас, когда я уже доставать пытался, я её отколол окончательно. Сейчас покажу, почему я такой вывод сделал. Обратите внимание на крыльчатку. Вот он наш скол, да, но что здесь, что в центральной части, скол весь в пылище. А свежий скольчик только вот на краюшке. Поэтому, видимо, на вот этой части кусок крыльчатки держался и портил корпус с диффузором. Я вот сейчас вот на минутку представил, какой, блин, звук работы был у этой болгарки. Это вообще просто капец. Сейчас я вам ещё раз поближе покажу диффузор с корпусом. Диффузор просто насквозь пропилен крыльчаткой до корпуса и весь расплавлен. Наверное, что уже слышно было, что чуть-чуть звук в болгарке поменялся. На хрена продолжать работать. В таком случае. Пока пластик не полился из воздуховодных отверстий, люди работали. Ну, вообще, конечно. Вот просто приглядитесь внимательно. Через черный пластик выступает цветной. Вот здесь пластик корпуса. В буквальном смысле эта крыльчатка насквозь проплавила диффузор. Хорошенько запаялась. Ну ладно, не на камеру. Отдербаню её. Я уже много раз это говорил, но я повторюсь ещё раз. Ребята, если в вашем инструменте поменялся звук, тем более если сильно поменялся, Прекратите работу, посмотрите в чём прикол. Может у вас откололся кусок крыльчатки и сейчас проплавит насквозь просто ваш корпус. У вас развалится болгарка к чертовой матери. А всего-то надо крыльчатку сменить то. Зачем вот доушатывать, я не знаю. Пиши в комментариях, любишь ли ты доработать на таком инструменте или нет. Ладно, сейчас рассмотрим второй экземпляр нашей сегодняшней игры. Но перед этим хочу рассказать вам про древесно-стружечную плиту компании Байспан. Завод находится в городе Ивацевичи. Это у нас в Беларуси. И производит ДСТП разных расцветок на любой вкус и цвет. Класс свободной эмиссии не превышает 4 мг на 100 г, Что соответствует международному стандарту Е0.5. Плита компании Байспан на сегодняшний день является достаточно экологически безопасной. И из неё можно делать разную красивую корпусную мебель. К примеру, наш брестский завод БРВ в основе своего производства использует плиту ДСТП этого производителя. Но если вы хотите изготовить кухню или шкаф своими руками и проживаете в Бресте, то приобрести плиту Байспан вы сможете у официальных представителей на фирме Avantage Trade. Здесь вам помогут составить деталировку изделия по вашим замерам, распилят, оклеят и просверлят получившиеся детали в нужных местах. Ладно, что-то я отвлёкся. Следующий экземпляр нашей сегодняшней коллекции это шкив от электро рубанка. Блин, как их любят портить при откручивании. Этот, кстати, не исключение. Очень часто шкивы идут на такой резьбе. Их пытаются откручивать. И после откручивания, да, конечно же, удачного, потому что шкив как бы снят, остаются вот такие вот некрасивые следы. И если что, такой вот след неприемлем не только с точки зрения эстетики, но и с технической точки зрения. Так как нарушена геометрия шкива и из-за этого будет портиться ремень, блин. А открутить такой шкив на самом деле довольно таки просто, не повредив и используя подручные материалы. В каком-то из своих роликов я уже показывал, как я откручиваю вот такой вот коброй вот примерно такой вот шкив. И при этом ни следа на шкиву не остается. Видите ли в чем прикол? Так повелось, что если есть рубанок вот с таким шкивом, то как бы есть и ремень. И ремень можно просто использовать в качестве прокладки. То есть, что мы делаем? Мы берем ремень. Просто ставим этот ремень вот так вот красиво на родной же шкив. Через ремень беремся плоскошами, блокируем барабан и откручиваем. Пользуясь таким довольно таки простым методом, вы не повредите ни шкив, ни ремень. Сразу предупреждаю, данный метод с плоскогубцами и ремнем в качестве переходника работает в том случае, если ваш ремень толстенький. Как вот этот 2-3 миллиметра. Это раз. И второе, если вы собираетесь давить без фанатизма. Потому что продавить ремень вы все равно сможете. Силушки-то хватит. Главное, метод с головой использовать. Ну а я надеюсь, что вы не дорабатываете до конца, когда ваш инструмент гудит как реактивный двигатель. И что вы не портите свои шкивы. Поэтому подписывайтесь на канал, делитесь всеми видосами. Ну и хватит! Пока. 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 Продолжение следует...